Болельщики на трибунах оглушительно скандируют «Химки», машут флагами и напряженно следят за игрой. Такой ажиотаж понятен – первый матч команды за Кубок России в этом сезоне. До этого в личных встречах с «Авангардом» абсолютных преимуществ у какой-либо команды не было. Однако в июле красно-черной выиграли у курских спортсменов со счетом 3-0. Новый матч для «Авангарда» был шансом интеграться, и встреча обещала быть очень напряженной. Настоящим героем на поле стал нападающий Владимир Дидюм. Уже на третьей минуте он распечатал ворота соперника. Второй гол – тоже его авторство, на седьмой минуте. После этого исход игры был практически предрешен. «Авангард» не спас даже ответный гол. Уже через минуту после успеха курской команды Богдан Мишуков забил третий мяч, и победа «Химок» стала очевидна. Во втором тайме «Химки» продолжали удивлять. За 15 минут до конца Владимир Дидюм снова забил «Авангарду». Уже четвертый гол, чем окончательно подорвал боевую дух соперника. «Красно-черные» выиграли с разгромным счетом 4-1. Победа на домашней арене становится хорошей традицией футбольного клуба «Химки». После матча гордые болельщики поделились с журналистами эмоциями от игры. Равнодушным не остался никто. Высказались как взрослые, так и совсем юные. Третья игру уже. Играют, и главное, играют хорошего. У них стала атака идти хорошая. Вот на днях ходил на матч «Спартак» СССР, и сегодня футбол был намного лучше. Наши были сильнее, мощнее и овчее. Мне очень понравился мяч. Матч «Химки» сила. Болеем за «Химок» и все. Следующий матч «Красно-черные» сыграют в воскресенье с ярославским «Шинником». Игра пройдет на выезде, и команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков. Пожелаем удачи клубу! «Химки» вперед!